Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично. Сегодня день закупа. Кстати, закуп мы теперь стали делать по будням, потому что так тратится намного меньше времени. То есть в будний день меньше народа, соответственно, меньше очереди, и мы это все делаем быстро-быстро. Поэтому сегодня мы поедем за закупом. Мне еще нужно было в фикс-прайс заехать, маме нужно было что-то в фикс-прайсе купить. И так как мы не могли это сделать пораньше, потому что Каролина ходит в школу и на кружки, мы едем сейчас практически вечером. Но я считаю, что это вечер, потому что на улице уже очень быстро темнеет. И я сегодня решила одеться максимально просто и максимально удобно. Знаете, вот этот вот костюм мне подарил Серж, когда мы первый раз полетели в Корею. Он нереально крутой, Найки. Именно вот этого костюма в российском Найке не было. Вот. И мне нравится его, знаете, материал. То есть уже, получается, ему несколько лет выглядит вообще нормально. И почему-то я в этом году вот эту вот верхушку не носила. И вот решила это исправить, пока не так холодно на улице, и я могу это делать. Хотя раньше я носила как бы этот костюм даже зимой. Вот. Я здесь отпаривала вещи, у меня ужасно грязное зеркало. Кажется, нужно будет его помыть. Вот так что я во всем черном. Сейчас Серж сходит за Каролиной, вернется, и мы пойдем. Вот здесь такие штаны. Видите, они как будто бы галифе. То есть они зауженные книзу. И вот такие. Мне нравится этот костюм. Кстати, я же в нем летала в самолете. А я думаю, почему у меня нет одежды нормальной для самолета. То есть я хотела себе какой-нибудь наряд прикупить. А все потому, что это же дело происходило летом. Поэтому. А так у меня, оказывается, все есть. Каролина, мы дождались. Видите, как уже темно вообще. Жесть. Все. Сначала заедем в фикс прайс. Так будет лучше. А потом нам нужно будет поужинать уже. Ну, мы достаточно рано сейчас ужинаем. Поужинаем в этом, в глобусе. То, что дома я сказала ничего не готовить. Не тратить силы и время. Смотрите, здесь уже все к Новому году выложили. Еще холлый не настал. Так уже все к Новому году. Вот. И практически все то же самое, что и было в прошлом году. Коробки подарочные. Гирлянды. Я думаю, что не буду ничего такого покупать в этом году. Единственное, что я хотела поменять елку вообще. То есть, мне не нравится наша елка. Хотя мы ее покупали в прошлом году, получается. И она мне просто сама по себе по форме не нравится. Нужно будет ее заменить. Скоро будет снег. Уже здесь снежка лепы выложили. Все выложили. Я думаю, что же купить в этом году. То есть, Каролина для санок уже большая. Это не то? Ну, это тоже для одежды. Но там побольше будет отделения. Я так поняла. И я думаю, купите либо же скутер какой-нибудь. Снегокат. Или же что-нибудь в этом роде. Напишите в комментариях, что вам больше нравится. Или лучше бублик взять большой. Или, вот знаете, вот такие поджопники. Только не такие, а двухместные. Чтобы когда Лера прилетела, они вдвоем игрались и катались. Вот когда будет снег. Сейчас покушаем. Правда, я не знаю, что я буду. Я, наверное, какой-нибудь салатик возьму себе. Может быть рыба, может быть и чучу. Это сборный салат. Можете еще дальше посмотреть, погулять. Оливье хочешь ты? Серьезно? Ну, сейчас папа тебе Легу привезет. Посмотрим. Я вообще-то тоже хочу оливье, но я майонезные решила не есть. Да ладно, сейчас посмотрим, что здесь. Легу все давно не ели. И как-то особо уже не тянет. Мне единственное, что здесь нравится вок. Но там очередь большая. Рыба, всякие тевтельки. Каролину прикалывает, смотрите, маленький майонезик. А ты будешь майонез этот? Если будешь, то бери. Если нет, не надо. Нафиг ты никогда майонез не ела. Сегодня, я думала, мы маму взяли, но в итоге набрали. Вот. И Серж говорит, что он объестся. Каролина уже с мамой сидят. Что, зайка, будешь кушать? Каролина любит здесь кушать. Пришел, чесюля. В общем, я не стала много чего брать, потому что я еще, в принципе, не проголодалась. И плюс ко всему, я сейчас уменьшила порции. Да-да-да, я начинаю меньше есть. Ну, не делай так руками, Каролина, грязный стол же. А ты сейчас рук... Ну, я только что, что сказала? Ну, бактерии теряло. Ну, даже если протер, все равно он может быть грязный. Бактерии там остаются. В общем, я себе взяла какую-то куриную оладью. Оладьи куриные там были. Мама себе тоже взяла оладушек. Рыбу. Овощи. Не знаю, нагрели или нет. Каролина бульон взяла себе куриный. Она здесь его очень любит. И пюре. Ну, либо картошка фри она любит, либо пюре. Не так. Сок она себе взяла. И мама томатный сок. Ну-ка, сюда были. Серж взял себе солянку, куриную котлетку. Это Каролина захотела оливьешку. А я взяла вот такой веганский салатик, появился какой-то новый. Здесь, в общем, нут, грибы и баклажаны. Интересное такое сочетание. Я люблю и грибы, и баклажаны, и нут. И это просто комбо. А, ну и мы с Сержем, конечно же, пьем томатный сок. Знаете, в чем фишка? Мне очень понравилась вот эта оладушка. Почему-то хочу сказать истелька, но оладушка. Понравилась. Нежное куриное мясо здесь. И сочетание с вот этим салатом вообще бомба. Нужно дома попробовать такой сделать. Но я единственное не знаю здесь, что за заправка. По-моему, масло просто. Мы уже в Глобусе вовсю закупаемся. Знаете, в чем мой минус? В том, что я не могу есть рыбу. То есть я ее могу только некоторую рыбу есть. А в целом так, то есть я не тащусь вообще по морским гадам. Нет, а... Масло будем брать? Ну, мы брали для этого масло, а ты возьми какую хочешь. Или зелье атлантическое. Разницы мне вообще никакой нет. Вот, видите, не так много народу. Короче, только что я расстроилась. Представляете, здесь в Глобусе всегда был хороший ряд вяленой и сушеной рыбы. Больше такой я нигде не видела ряд. И сейчас они убирают. То есть они распродают остатки. Вот это вот последнее. Я хотела купить, но продавщица тонко намекнула, сказала, что он уже лежит давно и теперь будет только в фасовке. А меня именно прикалывало на развес брать. И только в Глобусе такая вкусная рыба была. В фасовке, конечно, тоже нормально, но не знаю. Я не знаю, что предупредила, что там должно лежать, видимо. Ну, хорошо, что предупредила. Но просто я все равно расстроилась, что здесь не будет теперь рыбы нормально. Сейчас они эти остатки продадут. И все. Мы решили купить лосось. Форель, точнее. Раньше Серж постоянно покупал. А что-то в последнее время на него особо нас не тянуло. А тут я у Вики увидела, что они купили красную рыбу. Думаю, тоже нужно. А раньше мы постоянно покупали и на завтрак ели с бутербродом. Или же с рисом. Очень вкусно. Мы прям покупали по несколько рыбин. Серж дома чистил от кожи. Он же все-таки повар по профессии. Ну, эту тоже ты будешь чистить. Я ему сказала... Слушай, а ты взял с кровоподтеками. Норм? Норм. Ну, ладно. Бабкины семечки. Бабка берет бабкины семечки. Бабка. Только здесь, видимо, не корейская бабка. Тыква сортовая. Такая прикольная, красивая. Декоративная вообще тыква эта. Но я только не знаю, она вкусная или нет. И чистить. Я тыкву просто обожаю, но чистить ее запаришься. Поэтому я в последнее время покупаю только чищеную. Чищеную беру тыкву. Смотрите, что мы здесь нашли. Это шитаки. Прям свежие-свежие. Вы представляете? Ну, грибы шитаки я имею в виду. Серж их обожает. Просто я тоже люблю шитаки. Шампиньоны что-то надоели в последнее время. И смотрите еще, что здесь есть. Грибы эноки называются. Которые я в Корее ела прям до опупения. Теперь они здесь есть. Вот вместе с шитаками можно взять в наборе. Смотри, Серж, наборчик, понял? О, вот эти же. Грибочки, которые, да-да-да-да-да. Вспомнил. Да? Да? Что-то скоро будет. Офигеть, тыква. Но в прошлом году я видела еще больше. Но не в продаже, а просто как декорацию вырезали в магазине. А это прям на продажу. Интересно, кто-нибудь вообще будет покупать такую? А не пустые внутри? Ну, а не пустые внутри. А ну-ка давай, мячик. Сколько килограмм выходит? Десять килограмм. Сорок рублей стоит. Офигеть, это сколько ее кушать-то можно? И пироги печь, и самсушки делать. И что только не сделаешь с этой тыквой. Напишите в комментариях. Вы видели еще больше тыквы или нет? Вот видите, ладошка моя. Смотрите, что мы нашли. Это соевое мясо. Я такое соевое мясо не видела в упаковках вообще никогда. То есть мы его покупали, ели, но не в таком виде. Хотя на самом деле я никогда не видела, как оно вообще в принципе продается. Я всегда только готовое ела. Возьми, попробуем. Одну, две. А это со вкусом курицы, а это со вкусом шницеля. Ну, возьми шницель. Соевое мясо. Что, оказывается, еще есть у кукол Лол. Это просто какой-то беспредел. Вот это... Я сначала увидела вот эту машинку. 17 тысяч она стоит. И то по акции. А так 20-ка стоила. А Серж говорит, вот это вот. Смотрите, махина какая. Этот домик, короче, стоит он по акции 30 тысяч 600. А так он стоит 34 тысячи. Если Вика увидела, она сказала бы. Такие деньги за вот эту хуйеньку с лапками. Ну, я нашла, короче, здесь канистры своего детства. С мамой посмотрели на эти канистры и всплакнули. Это 20-литровая, это 10-литровая. Да, была же у нас такая жизня. А, Серж, тяжелая. Мы нашли еще круче канистру. Это не совсем такая, которая, ну, как бы, использовалась нами. А вот это классика, как говорит мама. Вот здесь вот три ручки. Самая чисто классическая канистра. Я даже знаю, как открывается колпачок. Чик, чик, чик. И такие канистры обычно протекают. Обалдеть. И вдвоем по этой каждой. Да, удобная здесь была ручка. То есть, получается, смотрите. Видите, я брала отсюда, Вика брала с той стороны. Или Антон. И вот так вот мы таскали канистры. Да, было же у нас детство. Пришли за Каролиной. В общем, она, как обычно, послеигровой катается всегда на вот этих аппаратах. И если первый раз, когда она села, Серж ей помогал, а сейчас она злится, когда он ей помогает. А Серж-то у нас на мотоциклиста отучился. В курсе. Давай, давай. Здесь нужно жопой двигать, заяц. Давай, в туловище. Мороженое купили? А что вы не хотите? Да, я не хочу. Ну-ка, ты что взяла? Ты два взяла себе? Вот так сделай его. Вот сюда, как папа делал. Ну, она, наверное, по-другому хочет есть. Мороженое. Ну, неудобно ей. А сейчас как есть? Вон на палочке. Давай, не урони рожок. Ну, тогда засунь вот так вот. Не упадет, рожок уже не упадет. Упадет. Все, пойдемте. Вот уж капец, пошел дождик, представляете? Вот такой. Ужасный причем. Слушай, как мне нравится мой объем на волосах, а? Все, едем домой. Уже достаточно поздно. Где-то часов 9, наверное, вечера. Сейчас я приеду домой, покажу вам покупки наши. Что мы купили в этот раз. Вот такой у нас бешеный закуп на неделю. Итак, что я купила сегодня из мяса? Из мяса я взяла куриную грудку. Я уже говорила о том, что мне уже не нравятся бедрышки. Хотя раньше я их очень любила. Мне не хочется вообще, в принципе, какого-то там жирного мяса. Поэтому мы в последнее время берем только грудку. Вот. И я еще взяла вот такой очень хороший кусочек говядины, чтобы супчик тоже сделать. Ну, Каролина, чтобы ела. Вот. И так как Каролина у нас в основном любит куриные крылышки, вообще она любит KFC. Бабушка ей будет делать хе из куриных крылышек. Вот если что, я ей сказала, чтобы она без меня не делала, я засниму рецептик. И это мега очень вкусно. И при этом вообще не вредно абсолютно. Вот. Так что пусть она будет есть бабушкины крылышки, чем KFC. Потому что они не вредные. И еще сержем. И мне, в принципе, тоже нравится, знаете, хе из куриных желудочков. Раньше я вообще, ну, никак не воспринимала это. Потому что по-корейски это называется том тиби. Что в переводе означает, знаете, том это говно, а тиби это типа, тип это дом. То есть дом для какашек. Поэтому я раньше это не ела, потому что я знала, как это называется по-корейски. Но сейчас я ем, потому что мама делает вкусно. Вот. Я еще взяла помидорки черри. Три упаковки. Ну, просто поесть, знаете, в качестве, не знаю. Ну, просто я люблю помидоры черри. Вот. И шитаки мы сразу взяли много. Три упаковки, чтобы сделать салатик. Потому что они свежие. Вот. Серж сразу говорит, давай возьмем побольше. Вот. Кстати, вот эти всего лишь три лоточка вышло на 300 с лишним рублей. Потом я взяла вот такие помидорки. Помню, что прошлой зимой я покупала. И нам с Викой вообще очень сильно понравились они. И я что-то вспомнила. Думаю, что-то хочется именно солененьких помидорчиков. Вот. И я не беременна, если что. Я не планирую в ближайшее время. Потому что я знаю, как только солененькое покупаешь, сразу начинаются предположения. Селедку взяли. У меня спрашивают, селедку на завтрак? Ну, да. На бутерброды один кусочек положить сверху. Ну, не знаю. Как бы в советское время все так ели. И сейчас до сих пор в каких-то там, ну, столовках так делают. Ну, мне нравится. Сержу тоже нравится. Правда, Серж утром селедку не ест. Он ее ест там с рисом. В обед может поесть. В общем, взяли лосось. Не знаю. Мама его, наверное, еще по-своему засолит. Как-то что-то сделает его. И просто на хлебушек будем тоже. Потом ляш. Ляш. Ляш вяленый. Ляш. Ляшка, блин. Вот. Две штучки взяли. Это мама любит. Я люблю. Серж любит. Все, короче, любят. Но стараемся много соленого не есть. Вот такое соевое мясо. Попробуем, посмотрим. Если понравится, будем брать. Шиповник ягоды. Меня спрашивали, куда столько шиповника. Ну, мы завариваем его. Точнее, это мама заваривает. Это очень полезно и вкусно. Вот. Вместо чая. Это морковь. Как раз таки, чтобы делать хешник. И огурцы я взяла. Там не очень были хорошие. Что взять? Немножко на салат. И розовые томаты тоже на салат взяли с Сержем. Я, кстати, на бутерброды еще взяла вареную копченую. Нет. Или просто отварное мясо. В общем, я взяла шейку. Потом покажу. На бутерброды. Колбасу вот раз мы не взяли, а взяли вот это. И сосиски тоже мы уже давно, кстати, не берем. Вот. Потом еще мандарины взяли. Я надеюсь, что они будут без косточек. На этот раз уже другие. Потому что тех не было, которые были без косточек. И яблоки обязательно зеленые. Это кукурузу. Это мама взяла. По-моему, она вареная уже готова. Я не знаю. Молоко, как обычно, ультрапастеризованное. И Каролине взяли Несквик. И вот такие вот коктейльчики. Она в школу это носит. Обычно мы берем всего лишь две. Ну, это ладно, думаю. Пусть попьет, раз она любит. Яйца десяток. В этот раз... Ну, вообще, в принципе, мы мало в последнее время едим яиц. Поэтому по десятку берем через раз. Это заморозки, значит. Брокколи. Зеленый... Горох, хотел сказать. Но это зеленая фасоль. И лечо. Вот это на супчике. Потом рис взяли. Безвыходная ситуация была. Прошу здесь снова Краснодарский. Лимончик. Это обычный йогурт. Это будет мама вместе с Сержем. Я почему-то сколько не заставляла себе кисломолочку есть. Но не получается. И, конечно же, моя любимая рукола. Рукола я просто обожаю. Я ее ем с бутербродами, допустим. Или же просто могу в сыр... Ну, то есть, мытую руколу, допустим, в обед поесть. Ну, или добавить... Сделал салат какой-нибудь с черри. В общем, мне очень нравится. И мы еще взяли вот такие розетки. Это Серж там поменяет, потому что у нас они сломались. И вот такую щетку. Эта мама уже купила себе. Новую щеточку обновить уже пора. Время отремления. Такие вещи нужно обновлять. И фильтр для воды еще взяли. Сразу с кувшимом, чтобы все выбросить и поставить относительно новый. Вот такой вот у нас получился закуп. А сейчас покажу вам, что мама купила в фикс-прайсе. Вот. Она взяла контейнеры. Каждый раз, когда она ходит в фикс-прайс, покупает разные контейнеры. Это уже Каролина сюда, видимо, игрушку положила. Вот такой. Я даже не знаю, куда его можно будет использовать. Но, видимо, мама знает лучше. Вот. Поэтому она взяла вот такой один. Корзинку тоже. Я не знаю, зачем, но ей это надо. Как говорится. Потом она еще взяла вот такие два контейнера-корзинки. Тоже непонятно зачем, но в хозяйстве это, видимо, нужно. Вот. Я просто уже давненько не засматривалась на всякие такие. Хотя мне тоже нравятся разные корзиночки, контейнеры и так далее. Потом она еще для каролинных вещей взяла вот такой чехол-разделитель. У Леры в Корее такой есть. И это очень удобно. Но вот этот немножко не такой, конечно, но куда деваться. Пришлось купить такой, который был. Чтобы разделить, это удобно. Потом взяла вот такие железные губки. Такие тряпочки из микрофибры. И это я уже взяла. Мы с мамой в последнее время полюбили белезку, пастилу. Вот. Так что да. Такие были покупки еще и в фикс-прайсе. Время сейчас без 20. Я пойду сниму косметику. Немножко посижу за компьютером. Где-то часиков так до 12. И потом пойду спать. Потому что завтра мне встало 7 утра. Я очень, в принципе, каждый день просыпаюсь в 7 утра, когда Каролине не нужно в школу. И завтра я еще снова иду в зал. Так что обязательно ставьте пальчик вверх под этим влогом, если вам понравился. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И увидимся с вами уже завтра в новом влоге. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok